Здравствуйте! С начала года произошло 9 аварий с участием пешеходов и все они случились непосредственно на зебре. Сотрудники ГИБДД Череповца вновь поднимают проблему. Пешеходный переход. Рядом стоит карета скорой помощи. Сбили кого-то, интересуются прохожие. К счастью, аварии не произошло. В машине у медиков водитель, у которого внезапно случился приступ эпилепсии. Почти в бессознательном состоянии мужчина успел нажать на тормоз. О том, как все произошло, инспекторам рассказывает пассажир. Потом поехал, только пешеходный проехал и вот у него приступ начался. А, приступ у него начался? А я не знаю, у него пена пошла за рта, я не знаю, что делать. Именно такие ситуации должны быть поучительными для пешеходов. Инспекторы не просто так призывают людей убедиться, что транспорт пропускает, прежде чем вступить на проезжую часть. Водителю может стать плохо или за рулем окажется пьяный, которому вообще на всех плевать. В конце концов, у машины могут просто отказать тормоза. И вы окажетесь под колесами автомобиля. А вот мужчина бегом бежит через пешеходный переход. Дорога скользкая, можно упасть и тоже угодить под колеса. Вы дорогу переходите, вы зачем бежите-то? Тороплюсь. Да вы торопитесь на тот свет. Почему я на переходе, так я же посмотрел. А что, переход дает такую гарантию безопасности большую? Нет, не дает. Ну, так нужно в первую очередь было убедиться, что машины остановились для начала. То есть это посмотреть по сторонам, дети об этом знают. Ну, а после этого нужно твердым, уверенным шагом дорогу переходить, а не перебегать. Пешеходов за невнимательность водители ругают часто. Однако же пока статистика говорит об обратном. Водители халатно ведут себя на дороге. Большинство аварий в Череповце происходит на зебре. Установлено, что их причина именно нарушение водителей. Не снижают скорость, не замечают людей. С начала этого года произошло 9 ДТП с участием пешеходов. И все они исключительно на зебрах. Темой нашего сюжета интересуется пожилая череповчанка. По словам женщины, лично она ведет себя аккуратно. Да и на водителей не жалуются. Разве что на тех, кто лихачит и не останавливается, когда другие машины уже встали в соседних рядах. Ну, есть такие лихачи, особенно вот там, где нет ни светофора, ничего. Вот одна останавливается машина, а другая летит. Так я его кулаком покажу. Ну, говорю, конечно, Господь все видит. Ты наездишь немного. И ту, и другую категорию участников дорожного движения инспекторы ГИБДД призывают вести себя разумно. Реальные ситуации на дороге доказывают грань между жизнью и смертью. Доли секунд. Ну, а инспекторы дорожной инспекции ГИБДД выявляют недостатки в уборке города. Закрытые обзоры на пешеходный переход и перекрестки. По словам череповчан, снежные валы могут привести к аварийной ситуации. Того же мнения придерживаются инспекторы ГИБДД и со своей стороны принимают соответствующие меры. Инспекторы ДПС, которые выходят на службу, актами УДС фиксируют снежные валы, передают информацию в джунную часть, но часть передают в подрядную организацию. Далее мы выдаем предписание на устранение выехания недостатков. Претензий много. Это, естественно, снежные валы в районе пешеходных переходов. Также заужение проезжей частей, что снижает интенсивность движения транспортных средств. Между тем, для детей такие валы только в радость. Они с удовольствием на них забираются и, не дай бог, упадут. Так, до травмы недалеко. А если валу дороги, можно и под машину попасть. Дорожные полицейские просят родителей предупредить своих чат об опасности. И тем более контролировать ребенка, когда он находится рядом с вами. Вал – это несанкционированная горка для вашего ребенка. Упадет ребенок головой, вы первые побежите кричать, жаловаться. Понял. Все, будет больше лазить. А вы чего ребенку это говорите? Вы двое взрослых стоите. Я мимо проезжаю, вы стоите, мило беседуете. Ребенок у вас ни в чем не виноват, он ребенок. Для удобства граждан в Рео ГИБДД призывают воспользоваться сайтом госуслуг. Время сокращается намного очень. После того, как поступает заявка к нам на портал госуслуг ГИБДД, у нас есть сотрудник, который отвечает за этот портал. Незамедлительно он должен связаться с гражданином, выбрать время, удобно для гражданина, когда он сможет подойти. Назначить время, к этому времени подходит гражданин и получает госуслугу. Это очень удобно. Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все. Увидимся в пятницу. Редактор субтитров А.Семкин